Друзья, всем здравствуйте. Мы в очередной раз на канале Алексей Саватеев «Родная школа» беседуем с Ксенией, бывшей учительницей школы 10-18. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большая предыстория. В школе 10-18 происходил, да и, наверное, до сих пор происходит просто другое, а происходил беспредел полнейший. Вплоть до того, что учитель розчерком своего пера, абсолютно безграмотным розчерком, снимал с классных руководителей президентские деньги под какими-то тупыми предлогами. У нас это все на видео было все описано, но потом удалили пост из Дзен-канала. А есть вся эта история на YouTube-канале, ссылка будет. Да там вообще очень много интересного, вплоть до того, что когда-то там в 600 лохматых годах этот Головин был учителем физкультуры, в это же время там в этой школе были подпольные какие-то бассейны, сауны, тренажерные. И лично я считаю, что здесь только два момента. Либо учитель физкультуры в этом был замешан, либо он настолько некомпетентен, что он просто не видел, чем регулярно занимаются у него в спортзале с его тренажерами. Ну ладно, это отдельный разговор. В общем, пикантная история такая. И сейчас она получила некоторое продолжение. Ксения у нас с этим борется. Одна единственная подняла голову, пытается найти единомышленников, собирать документы. Противодействие встречается на всех уровнях. Мало кто помогает, но Ксения борется и появились новости. Слушаем, Ксения. Я очень рада встрече с вами, с моим другом, с моим соратником. В декабре прошлого года Денис вместе с Алексеем Саватеевым очень помогли мне своей поддержкой и с их помощью о ситуации вот такого особенного скотства. Маткульт, привет, пламенный от меня Алексея Саватеева, потому что никто бы не смог так емко и так корректно определить вот именно то, что происходит в столичной школе. Я ему за это очень благодарна. Алексей, ну это просто стопроцентное попадание. Спасибо, мой дорогой друг. Я считаю, что нам очень хорошо удалось разворошить вот это змеиное гнездо. И я верю, что негодяям, которые допустили такое скотство, уже будет уйти от ответственности сложнее. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Я непременно продолжу начатое. Я очень терпелива, я очень настойчива, как и подобает педагогу. Поэтому я целенаправленно буду выводить на чистую воду и дальше тех, на мой взгляд, мерзавцев, которые решили, что им все можно, им за это ничего не будет, у них все схвачено, за все заплачено. Это просто отвратительно. И оставлять это я ни в коем случае не буду. Значит, 17 января 2024 года я добилась личного приема у депутата Государственной Думы Михаила Геннадьевича Делягина. Благодарю сотрудников аппарата, депутата Государственной Думы, за то, что они меня выслушали и поддержали. Были направлены депутатские запросы. Я просила обратиться в счетную палату. Я также просила обратиться от имени депутата к руководителю Следственного комитета, к руководителю МВД Российской Федерации. И вот уже один ответ у меня есть. Первый ответ пришел из Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Мое обращение было в Генеральной прокуратуре рассмотрено. Буквально через день мне позвонили из прокуратуры Москвы. И сотрудник Московской прокуратуры спросил у меня о сути моего заявления. Я очень ему благодарна, потому что он, видимо, качественно изучил фактуру, которая была ему направлена. И он задал вот тот ключевой вопрос, по какому поводу я обращаюсь. Касается ли мое обращение к депутату Государственной Думы вот того отказного материала по невыплате мне зарплаты? Или это все-таки другое? И вот наконец-то я сумела донести, меня услышали в прокуратуре, что это другое. Мое обращение не касается больше. Лично вас? Да, лично меня. То есть вопрос невыплаты мне зарплаты, вот именно тот отказной материал, которому постоянно подшивают все мои дальнейшие... То есть пытаются сказать, ну вот вы же все получили, до свидания, да? Да, все мои обращения, они просто подшиваются. Я понимаю, что это очень удобно. Они фактически не рассматриваются, Денис, понимаете, вот что складывается, какая ситуация складывается. Конечно, понимаю. И я донесла до сотрудника прокуратуры, что мое настоящее заявление касается исключительно возможного преступления, связанного с хищением и с нецелевым расходованием бюджетных средств. Директором. Школа номер 1018. Да, вот в лице директора Головина, его заместителя, на тот момент исполняющего обязанности, Алехиной. То есть никак не связано мое новое обращение, очередное обращение, с отказным материалом по невыплате мне зарплаты. И что же он сказал? Прокурор сказал, что будут разбираться. В Солнцевской международной прокуратуре уже весь этот материал есть. Его отправили снова в Солнцевскую международную прокуратуру. Которая вам один раз отказала все-таки, да, в результате? Не один раз. Не один, Денис. Я, конечно, с одной стороны рада, что материалу дают ход, и что он, скажем так, по территориальности, по подследственности доходит до какой-то инстанции, там, где он должен рассматриваться по-хорошему. Но меня это и настораживает. Потому что, вот как правильно вы сказали, отказов из прокуратуры я уже получила несколько. Вот эти все отказы, они как раз и связаны с тем, что прокуратура тоже идет по пути, а не подшить ли нам вот эти все заявления вот к тому отказному материалу, ну, шито-крыто. Который связан лично с вами. Да, да, да. Просто связывать с моей невыплатой зарплаты. Ведь суть в том, что я обращалась до того, что я 11 месяцев сидела без копейки денег. Головин меня указывал отсутствующей по невыясненной причине. То есть я фактически пропала. Пропала без вести. И знаете, Денис, ну, с Головиным все понятно. Но вот у меня возникает тут вопрос к департаменту образования и науки. Вот представьте, вам как учредителю поступает от директора информация, что у него есть в штате учитель, который пропал. И которого нет уже 11 месяцев. И его никто не ищет. Вот что вы такому директору скажете? Ксения, тут, на мой взгляд, все очевидно. Директор действовать один не мог. У него обязательно были какие-то покровители и подельники наверху. И именно поэтому, потому что это очень такие высокие уровни, на которые эти все ниточки уходят. Именно поэтому везде и всюду отказные. Именно поэтому они пытаются увидеть нарушение ваших личных прав, но не мошенничество. Вот для меня очевидно. Ну давайте вернемся к прокурору, который... Да, ну просто вопрос в том, что я хотела донести суть вот этого отказного. Что моя зарплата, мои те 11 месяцев нахождения без средств к существованию. И почему не завели это уголовное дело? Ведь здесь же все ясно и понятно, как белый день. Директору просто дали время собрать денег, сколько можно, чтобы выплатить мне. Ну вот сколько выплатили, сколько нашлось, столько выплатили. Да, не все, но это уже второй вопрос. Я уже дальше с ним разбираюсь в рамках гражданского процесса. Не завели, не завели. Все, все понятно. Все ясно и понятно. Вопрос в другом. Подшивать все мои заявления к отказному по невыплате, просто это нонсенс. Потому что... Это лукавство, так сказать. Это лукавство. Я не следователь. Но я открываю уголовный кодекс. Я открываю статью 145 прим. 1, которая вот именно невыплата зарплаты. И я четко вижу, какой там состав. Должно быть не менее двух месяцев полной невыплаты. Состава вот такого, который случился с невыплатой городских и федеральных, там просто нет априори, нет. Там нет полной невыплаты. Ни полной невыплаты, ни больше половины. Ее нет. И подшивать к делу совершенно, вот просто абсолютно кардинально иному, для меня здесь четкая какая-то вот коррупционная составляющая. Дальше я направила в Солнцевскую прокуратуру дополнительные материалы. Потому что у меня они к этому моменту еще собрались. И ключевой материал дополнительный, который я направила, это было вот то знаменитое видео от 21 декабря 23 года, на котором Головин перед учителями фактически явку с повинной сделал. Я не знаю, что это было вообще, что его сподвигло. Взять и полностью выложить, вот как на блюдечке с голубой каемочкой. Вот, пожалуйста. Я не выплатил всем. И уже нет больше никаких вопросов. Никаких вопросов про ту одну единственную техническую ошибку с учителем Гоженко, которую в суде уже все разрешили, выплатили, рассчитались. Значит, всем не выплатил. Мало того, еще и потратил на премии сотрудникам к Новому году. Ну, что тут еще сказать? А в администрации. Да, да. Вот сотрудников не назвал. Но одна дама из администрации сидит там и подсказывает. На премии, на премии. Ну, вот и понятно, кому премия. Что тут уже говорить? Вот язык мой, враг мой. Вот все время говорю об этом. И вот сейчас... Я тут, знаете, вспоминаю больше поговорку, если Бог хочет наказать, он лишает разума. Ну, вот, видимо, да. Это поговорка сейчас, прямо вот в действии. Это тех, кто в 21-м году был классным руководителем. И поможет, наверное, тем, кто есть сейчас классным руководителем, поступать в тех или иных случаях, как руководство действия. Итак, говорили о том, что целевые деньги можно потратить неизвестно куда. Выслушать, пожалуйста, на премии целевых средств федеральных. Могу сразу сказать, их нельзя никуда потратить. Только на конкретные нужды. И если вдруг возникает ситуация, что средства встают, за ней уходят обратно в бюджет. Это федеральные. Московские немножко отличаются. Москва нам дает разрешение тратить на сотрудников. И в конце года мы все деньги, которые выделяются на классное руководство, тратим на сотрудников. У федералов мы отправляем бюджет, а Московское правительство такой работает. Поэтому все, что касается классного руководства, подчеркиваю, в конце года тратится в виде стимулирующих вывод. Примерно. Да что ты, черт побери, такое несешь? Возникает юридический момент, что за август месяц недоплатили классного руководителя и общая сумма вот такой. Когда мы посмотрели в ноябре месяце все эти цифры, было принято решение не выплачивать эти деньги никому. То есть сейчас мы ждем ответа от Солнцевской прокуратуры в очередной раз? Да. Последнее предложение документа из Генеральной прокуратуры гласит следующее. Результаты контролируются. Я, естественно, постараюсь тоже поучаствовать, скажем так, в качестве контроля. А почему? Я имею на это право. Это мое заявление. Я тоже хочу его контролировать. Я решила, поскольку никак не двигаются мои заявления о мошенничестве, а я все время пишу заявление, прошу проверить действия руководства школы Головина, и особенно Алёхиной, которая заявила, что денег в школе не дали. И все это приказом и печатью удостоверено. Я съездила на прием заместителя руководителя управления по экономической безопасности и противодействию коррупции по городу Москве, подполковник Туваев. Боюсь, звание ошибиться не сильно. И я на личном приеме, на котором, кстати, присутствовал и руководитель УВД по ЗАО. Я все рассказала от и до. Я рассказала всю эту историю. Я рассказала, что идет сейчас просто беспрецедентное нарушение исполнения поручения президента, что это нацпроект, как таковой развитие российского образования. И я видела, как брови поднимались и опускались у заместителя руководителя по Москве Туваева. Он несколько раз жестко спрашивал руководителя УВД ЗАО. Ну и руководителю что-то пытался объяснить. Опять же, слава богу, наконец-то встал вопрос о разграничении отказного материала по невыплате и доследственной проверке вот именно в части статьи нецелевого использования, растраты, хищения бюджетных денег. Вот отделяем мух от котлет. И там тоже это было, да? Конечно, естественно. И мне сам Туваев сказал написать два заявления на его имя. Что я и сделала. Я написала два заявления о том, что я прошу провести дополнительные проверочные мероприятия. Написала, что я считаю, что все мои прошлые заявления, проверка по всем моим прошлым заявлениям проведена неполно. И что препятствует объективному и всестороннему рассмотрению указанных мной фактов. Я считаю, что фактов мной предоставлено... Выше крыши, да. Выше крыши. Но уже достаточно уже просто-напросто закрывать глаза. Ну все. Это надо просто рассмотреть и принять единственно правильное обоснованное решение. А второе заявление? Уже пора. А второе заявление я воспользовалась комментарием под видео, под вашим. И я второе заявление составила так. В целях обеспечения полноты объективности производства проверки по факту возможного хищения бюджетных средств руководством школы номер 10-18 города Москвы, прошу вас провести необходимые мероприятия по доводам, изложенным мной в ранее поданных заявлениях, с учетом предоставленных документов и проверить законность движения бюджетных денег по счетам школы номер 10-18 города Москвы. Понимаете, какая интересная получилась ситуация. Значит, вот на этой встрече прозвучала такая вещь, значит, когда заместитель руководителя Туваев спросил у руководителя ОВД по ЗАО, как вы проводили проверку в части статьи 159 мошенничества. Он сказал, значит, что директор предоставил документы, и мы не увидели, что деньги выводились куда-то из школы. Уважаемые, не целевое расходование разве предполагает только вывод куда-то на другие, значит, фирмы? Да, может же себе, можно себе в премию просто... Понимаете, естественно, я когда на этой встрече сидела, вот если честно, у меня тоже глаза округлялись. И как Туваев к этому аргументу объяснению отнесся? Туваев к этому аргументу отнесся скептически, на мой взгляд, потому что он дважды сказал, что провести проверку, вызвать заявителя, вызвать сотрудников, затребовать все необходимые документы. То есть мне лично он сказал, что как он видит, что проверка действительно была проведена, возможно, неполно, я думаю, что она вообще не проводилась, если честно, по моим ощущениям, ее просто не было. Вызвать директора, который одним предложением объяснил всю ситуацию, что все под контролем департамента, ну вы, конечно, меня извините, я не следователь, но разве это проверка? Я же под контролем допущена, Денис, понимаете? Хоть мне их и не давали, рассказать, как я знакомилась с материалами, это нужно еще целое видео снимать, когда у меня в следственном комедите вырывали их из рук, но у меня хватило сил держать, чтобы мне дали сфотографировать, потому что просто их не давали. Просто забирали и говорили, знакомьтесь так. Я говорю, как я могу знакомиться так? У меня же нет компьютера в голове, дайте мне сфотографировать. Ну, это отдельная история. Слава богу, сидели в кабинете следователя два студента-практиканта, у которых, видимо, волосы шевелились тоже в этот момент. И следователю просто ничего не осталось, как разрешить мне на законных основаниях ознакомиться и сделать фотокопию себе, потому что мне этого не давали. И это ужасно. Это отвратительно, это омерзительно. Я по-другому это назвать не могу. Ну, меня это не удивляет. Я в милиции работал, видел. Не могу сказать, что вся милиция такая, но такие представители там есть однозначно. Ну, вот, к сожалению... И, значит, Туваев сказал вам вот на два таких заявления написать. Да, вы их написали. Да, я их написала. Мне пришел ответ из главного управления Министерства внутренних дел, вот именно из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Москве. Мне пришел ответ, что моим заявлениям они зарегистрированы, им присвоен номер ОСП. Я понимала, куда они рано или поздно должны прийти, потому что я помню, что поручил Туваев делать, руководитель по ЗАО. Я стала звонить каждый день в канцелярию ЗАО и спрашивать, скажите, пожалуйста, пришли ли вам мои заявления. Ответа я не получала. То есть мне говорили, надо подождать, может быть, завтра придет еще почта. Мы не можем их найти никак, мы не можем их найти. И вчера я уже дозвонилась снова на Петровку и всю эту ситуацию объяснила. Говорю, вы понимаете, вот такая ситуация складывается. Послезавтра будет ровно месяц, как я была на приеме от Уваева. Я прекрасно понимаю, что есть сроки. Три дня, десять дней и тридцать дней. Все, больше быть не может. И вот завтра у меня истечет этот срок, и я не имею никакой информации, что с моими заявлениями. В итоге меня записали сразу же на прием, на личный прием к Ярочкину. Это уже не заместитель руководителя, а это сам руководитель. Сам руководитель вот этого отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции. Так. И я пришла из поликлиники, вернулась домой и думаю, ну, надо еще раз позвонить на Лобачевского. Ну, а вдруг, чтобы мне лишний раз опять не ехать на Петровку. Ну, это не близко. Я еще сейчас, к сожалению, с травмой. И для меня это очень тяжело. И когда я позвонила на Лобачевского в УВД по ЗАО и упомянула, что я уже записана на прием Ник Туваева к его начальнику, сразу же нашлись мои заявления. Как по мгновению волшебной палочки. Да, сразу же они нашлись. Мне был назван уже ОСП, которых в западном... А дату не назвали этого Коспода? Назвали, да. Значит... И какая она? Я сейчас расскажу, Денис. 29.02. я получила ответ с Шаболовки 6, вот именно с УЭП по Москве. 1 марта они же пришли в ЗАО, но Косп зарегистрировали 6 марта. О, как! Вот так! А когда вам сказали про то, что он там у них... Какого марта? Вчера. То есть вы звонили, звонили, они его, несмотря на то, что 6-го зарегистрировали, даже я не беру первое, когда они его получили, они только вчера, 18-го числа, сказали, что он пришел. Да. Слушайте, ну это просто, это полный бесконечный. Я даже спросила, я спросила, говорю, скажите, пожалуйста, как так могло получиться? Вы же наверняка меня уже помните, потому что я буквально через день вам звоню, и вы мне говорите, что, ну, перезвоните завтра, перезвоните послезавтра. Никак не можем найти, по всем номерам. Как такое возможно? Что не сказали? Ну, ничего не сказали, Денис. Что тут отвечать? Так, ладно, Ксения, давайте дальше. Какие-нибудь еще новости есть? Или теперь ждем? Есть? Есть еще новости. Теперь, конечно, я буду связываться со следователем, потому что мне сказали перезвонить дежурную часть и узнать, кто следователь. Следователя мне пока не назвали, но я определенно узнаю, кто занимается, у кого материал по моим этим заявлениям. И я, конечно, буду отслеживать и мониторить, как это все длится. Я на самотек это не пущу. Ну, мне кажется, что уже можно понять, что я не тот человек, который оставит это дело и пустит на самотек. Я уже два с лишним года этим занимаюсь, и понятно, что я это дело не брошу. Конечно, я не согласилась с теми результатами и с теми выводами, которые сделало Министерство просвещения в лице директора департамента развития инфраструктуры Шварцман. Ну, вы в курсе, да, Денис? Вот эти два личных приема, на которых я была, я написала руководителю Шварцман. Это заместитель министра, заместитель Кравцова Николаев. Я снова добавила недостающие документы, снова пришлось ко двору вот то чудо-видео с рассказом Головина о том, где деньги на премиях к Новому году. И мне пришел очень хороший ответ. Я считаю, что он очень хорош. Министерство дало оценку действиям Головина как несоответствующим государственной политике по поддержке педагогических работников и кадрового обеспечения отрасли образования, а также несоответствующим принципу социальной справедливости. Вот это, конечно, меня очень порадовало, потому что это именно то, о чем я все время говорю, что действия вот такие самоуправства директора Головина это не что иное, как эта дискредитация государственной власти. Его действия не соответствуют государственной политике. Хорошо, что министерство признает мое мнение и мои доводы и его поддерживает. Данная оценка была доведена министерством до Департамента образования Ноки города Москвы и полностью разделяется его руководством. И вот теперь у меня вопрос. Значит, если руководство Департамента образования полностью разделяет позицию министерства о том, что действия директора не соответствуют государственной политике? Да, 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 да. Да, Колин. Вот, Денис, вот тут. Ну, я... Что я не понимаю в этой жизни? Я и Алексей Саввате. Что мы не понимаем? Вот что... Ну, как... Нет, мы это все понимаем. Они просто пытаются дураков из нас делать или из себя, я не знаю. Ну, разве мы похожи на дураков, Денис? Нет, ну, то, что мы похожи, понимаете, не мешает им пытаться изобразить нас дураками или самим в дурачков сыграть. Самим, да. Интересно очень теперь, как дальше будет развиваться. Конечно. Тем более, что мне снова пришел ответ из Департамента образования. И причем очень интересный ответ. Департамент образования науки города Москвы рассмотрел ваше обращение, поступившее на имя депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва Делягина. Как? Я не обращалась в Департамент. Я, наоборот, Михаилу Геннадьевичу Делягину донесла, что я неоднократно обращалась в Департамент. Без результатов. Отписывая меня уже от них... Знаете, мне на два года растопки хватит печи в моем доме деревенском. Пожалуйста, хватит. Пожалуйста. Не пишите мне больше. Уважаемые представители департамента, не пишите. Неуважаемые представители. Уже да, уже неуважаемые. Но сколько можно? Об автономии школы. Об автономии чего? От законодательства? От законодательства. Школа автономна. Мне рассказывают о том, сколько денег дали школе. Да мы-то знаем уже все. Об этом уже знает весь интернет. Зачем мне это писать? Мне пишут, что я не являюсь работником школы номер 10-18. Ну и что? Как мне это мешает бороться с беспределом? Ну и что, что я не являюсь работником школы? Я доподлинно знаю, что с работниками школы на данный момент тоже обращаются не очень порядочно. Потому что сейчас работников школы также продолжают просто-напросто трясти. Понимаете? Возможно, даже больше, потому что сейчас он еще больше напуган. Конечно. Так, ну смотрите, у нас в итоге два заявления самого высокого уровня ОБЭПа, или как оно там сейчас называется? По экономическим преступлениям. По экономической безопасности и противодействию коррупции. Два заявления туда. Личное указание оттуда начальников Солнцевским, для того, чтобы они что-то исправили. И плюс от заместителя Николаева от этого, да, требования, вернее не требования, а что-то мы от него еще ждем, они как-то разберутся и какую-то оценку... Да, да. Они пишут, что еще их позиция окончательно относительно вот таких вот действий директора несоответствующей государственной политики, она еще не сформирована. Она еще не сформируется. Я еще дополню. Я думаю, что они все ждут еще и результатов разбирательства вот этого теперь нового СОБЭПа. Хотелось бы, хотелось бы, потому что я здесь вижу экономическое преступление. я вижу невооруженным глазом. Я не следователь и не адвокат, и не судья, но я его вижу. Я очень хочу узнать, вообще в департаменте появился мой запрос, мое обращение к Делягину. Я не знаю, откуда, как оно до них дошло. Этот ответ подписан Османовой, начальником управления инспектирования образовательных организаций. И как раз Османова заявляла о том, что у нее нет никаких сомнений во всех проверках, что в школе все нормально, в Багдаде все спокойно. Вот это вот как раз вот это Османова. Я знаю, что вы этим вопросом плотно занимались, и я знаю, что органы казачейства тоже проверяли, и вы же мне и говорили, что вопросов нет. Вот, Галилина, вы еще раз услышав все, возможно, новые для вас вводные, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то позиция у вас, как у города Москвы, мы сейчас еще слово Денису Пинаевичу дадим, просто нам, как у федерального центра, важно понять позицию региона, в данной ситуации позицию города Москвы. Факт того, что у вас не исполнено поручение президента в части одного сотрудника установлен судом, выплаты вы эти все возместили, сейчас задача понять, нет ли у вас этой проблемы на системной основе, это первое, и второе, все-таки, есть ли иные классные руководители, которые также, по словам Ксении Валентиновны, не получили выплаты, положенные президентом Российской Федерации. Вот, Галина, давайте тогда с вас начнем, а потом Денис Геннадьевич добавит. Нам просто важно понять позицию региона, потому что правовую позицию мы поняли. Добрый день, Галина, наша позиция полностью с вами совпадает, действительно, данная ситуация была разобрана с конкретным сотрудником Кисловой вдвоем, и сегодня я понимаю, что сейчас исковое требование со стороны заявителя, оно снимается и дальше никоим образом на школу не отражается, но, как я понимаю, со стороны школы подана апелляционная жалоба, которая также уже рассмотрена, которая также, скажем так, все замечания устранены, также с нашей стороны была отправлена в группу финансового контроля проверить финансово составляющую деятельность школы. В части выплат или субсидии направленных на выплату из федерального бюджета и из бюджета региона, города Москвы, на участие и классного руководства осуществлено в полном объеме, да, есть претензии относительно издания приказа, и это также указано в рекомендациях со стороны проверяющих структур, со стороны с нашей стороны, поэтому в любом случае внести изменения в приказ будут осуществлены, значит, и самое главное, что никаких обращений от иных сотрудников образовательной организации по невыполнению требований о невыплате и полном объеме зарплаты у нас на сегодня нет. Мы со своей стороны, конечно, еще раз обратим внимание и посмотрим в части, ну, сведем, скажем так, итоговые значения по всем необходимым выплатам за предыдущие периоды, просто еще раз проверим, со своей стороны, чтобы быть уверены вот в своих словах. ну, как я понимаю, гряди вверх. Вот смотрите, эти вещи произвели. Да, вот смотрите, у нас приказ от 21-го года. Да. Вот в приказе от 21-го года написано, что все классы руководители июля, и август, вне зависимости, в отпуске они или нет, перестают выполнять функции классового руководителя. Это говорит о том, что 21-й год, 22-й год, 23-й год, либо все хором 1-го июля выходили в отпуск и выходили 1-го сентября, поэтому не получали выплаты. Либо они все не получали выплаты. Вот. Да. Нет, это не так, а мы с вами согласны с тем, что приказ имеет место некорректно. Это какие-то формулировки, и поэтому, как Леонид сказал, даны замечания и службы финансового контроля, и департамент со своей стороны тоже признает, что имелись недоработки со стороны администрации школы, школа, в свою очередь, я так понимаю, признает тоже каких-то должностных лиц виновных, поэтому меры с финальной ответственностью... А что значит каких-то должностных лиц, Денис Геннадьевич? У вас директор школы подписал приказ, прямо противоречащий поручению президента Российской Федерации. Каких-то должностных лиц. Вот эти каких-то должностные лица это кто? я не готов ответить за школу, я могу ответить за страны расхода завтра, и... в отношении директора приняты определенные меры. Какие меры в отношении директора действующего приняты? Допустившего нарушение исполнения поручения президента Российской Федерации? Не готова ответить на мой вопрос. Денис Геннадьевич, вот смотрите, да, вот то, что я сейчас как бы вижу, да, вот, ну, я думаю, всем понятно. И я написала на имя Молоткова большое обращение к Молоткову, и я даже Молоткову лично направила свое обращение к депутату, чтобы Молотков увидел, насколько Османова выкручивает поставленные мной вопросы, и насколько ее ответы мне не по существу, насколько это просто отписка, самая настоящая. И я обещала Александру Борисовичу, что я обращусь к нему публично, и вот разрешите мне сейчас, Алексей, это и сделать. Уважаемый Александр Борисович Молотков, я написала вам в своем обращении, что я публично посредством размещения в социальных сетях и в средствах массовой информации обращусь к вам с просьбой все-таки навести порядок, потому что происходящее на данный момент наводит на определенные мысли, лично меня. Я считаю, что учредителям должны быть приняты самые жесткие меры к тому, кто допустил беспрецедентное нарушение, кто фактически взял на себя право отменять поручения президента России, чьи действия не соответствуют государственной политике. Я в любом случае этот вопрос не оставлю, я дойду до самых высоких инстанций. Это дело я доведу до конца, чего бы это мне не стоило. А мы вам будем, Ксения, помогать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok